Пятый канал представляет А, так, какая квартира мне нужна? А, 115, гражданина Баскина. Вот она Откройте, это полиция Может квартира нет? Тут у нас есть телефон. А вдруг там кого-то убивают? Никого нет. Надо вызвать подкрепление. Лично. Я добегу. Маша, ё-ка-ка. Что-то мне вешается инопланетяне что-то какие-то. Я её понимаю. Я её вижу. Я её вижу. А-а-а-а! А-а-а-а! Ой, Баба, как больно! Ты помнишь, что завтра день влюблённых? Ну, как не помните имя священника, которого обезглавили в третьем веке, а потом заменили даты его казни и языческий праздник плодородия. Какой-то кошмар! Это ещё не кошмар. Вот молодёжь в древнем Риме запиралась в пещерах и обмазывалась там кровью коз и собак. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Ладно. Историю мы отложим на потом. Что у нас завтра по плану? Ну, я хотела сделать тебе сюрприз, устроить романтическое свидание. Потому что я очень соскучилась. Я договорилась с подружкой, что она погуляет с собакой. Но она нашла парня, поэтому она не сможет. Какое горе. А твоя собака нам никогда не мешала. Это же наша собака. Да. Шеф звонит. Дай я возьму. Алло. Товарищ полковник. Я в больнице. Да. Хорошо, я всё поняла. Я выезжаю. Ничего не понимаю. Он срочно хочет меня видеть. Он машину сказал, сейчас вышлет. Куда? В больницу? Ой. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Привет, привет. А я вам говорил, что у меня девушка появилась. Как не знать, если ты с утра до ночи о ней говоришь. Ну, это Мия. Ну, наша бывшая пациентка. Помните её? Помню, помню. Всех помню. Господи, какая она красивая. Я спросить хотел. Завтра день Святого Валентина. Вы что-нибудь планируете? Обмазаться кровью кост и собакать не буду. А это тут при чём? Я хотел спросить, может быть, ну, организуем двойное свидание? Вы со своей, я со своей. Посидим, выпьем. Романтик. Деньги кончились? Ну, да. Ну, а что? Цветы, подарки, всё-таки начало отношения. Всё, пока. Музыки, помогите, здесь у полицейского травма. Что случилось? Я, если что, не виноват. Вот свидетель. Да, я свидетель. Я шёл мимо. Вижу, полицейский по проезжей части идёт. А потом падает и ногу ломает. Если что, он сам упал. Это жопари, там белобрысый участковый. Бинго. Привет, Бублик. Алексей Геннадьевич, помогите, я умираю. Почему? Где вы? Я вас не вижу. Почему не видишь? Я ослеп. Доктор, скажите, а это навсегда я что, никогда не смогу видеть? А он мог ослепнуть от шока, что у него машина едет? Я не офтальмолог, но версия бредовая. А, Бублик, Бублик. Тебя что, родители в детстве не учили? Дорогу надо переходить, осторожно. Ну, я бежал, и так мне становилось всё хуже и хуже. А потом, пах, в глазах всё засверкало, и вот, и перестал видеть. Бежал, ты сказал? А к чему спешка была? Я бежал за подкреплением в полицейский участок. У меня просто телефон разбился, когда в меня стреляли. В тебя стреляли? А что ты молчал-то? Где это был адрес? Я не помню. А, Филин, у меня к тебе просьба. Не торопись музыку написывать. Пусть отдохнет. Ох, какая красота! Дорогие, наверное, шархидеи. Привет. Привет. От кого цветы? Понятия не имею, представляешь? Наверное, от какого-то поклонника, но записку не положил. Да. Ты это специально сейчас, да? В смысле? Я хотел тебя с Днём Валентина поздравить. А, ну, это поздно. Раньше надо было думать, пока я тебя не бросила. Это я тебя бросил. От кого цветы? От Филина? Да, Козин. Сообщение о стрельбе? Ну да, это как раз участок публика. Уезжаю. Красивый, правда? Это я тебя бросила, кстати. С этим. Любовь Львовна, я всё это попрыскать хотела. В смысле, воду поменять. Извините. С Днём рождения! Всех благ! Всего хорошего! Здоровья вам там! С Днём рождения! Ну, что случилось? Ну, в общем, шеф поручил мне охранять какого-то особо важного свидетеля из Ивановской области. Ну, почему ты? Я не знаю. В общем, несколько дней я буду без связи. Не веду. Это всё серьёзно? Да. Сейчас. Отметили день влюблённых, как обычно, да? Ну, ладно. Праздник католический. Мы православные. Ничего не потеряли. Всё. Пока. Тихо. Это дверь. Тихо. Абаскин! Полиция! Открывай давай! Швистуй! Прикруйте. Твою ж. Товарищ капитан! Ты чё делаешь? Не трогай ничего. Это место преступления. Ага. Ну, всё понятно. Два наркомана. Что-то не поделили. Этот бросился с ножом на Абаскина. Абаскин его застрелил. Потом появился бублик. Абаскин расстрелял дверь. Потом понял, что ему конец. И пустил себе пулю в голову. Всё понятно. Как у тебя дела? Всё хорошо, да? Слушай, я тут подумал, а давай, наверное, в ресторан не пойдём, а я лучше сам всё приготовлю, а? Ты что, предпочитаешь рыбу или мясо? Ага. А скажи, а у тебя есть аллергии на что-нибудь? Ну, не знаю, там, на орехи или ещё на что-нибудь? А... Ага. Ага. Так. Свидание должно пройти идеально. Главное – внимание к деталям, и чтобы девушка постоянно чувствовала заботу, да? Вам ведь это обычно нужно? Алексей Геннадьевич, а вы уже купили Валентинку, да? Ага. Маш. Смотри. Моя девушка. Посидишь на посту, мне отойти надо. Я скоро вернусь. Надеюсь. У моей бабушки такой же, но она говорит, что он врёт. Урл у нас. Казин, тур. То есть, как поживает наш любимый пациент? Я не знаю. А в какой он палате? Бодрость, духа, шуточки. Позорил? Да, только у меня какие-то круги красные в левом, в левом глазу. Я думала, это давление, но оно в норме. Афтальмолог смотрел его? Пока нет. Он за твои. А афтальмолог – это укол в попу? Не бери в голову. Бублик, бублик. Можете спортом как-то заняться, я не знаю. Это ж не дело, что ты от одной прогулки в парке так расклеился, что аж зрение потерял. Да, а я уже испандер купил, только меня от него тошнит, как в детстве. Ну, давай без подробностей. Хорошо. У меня не было никогда такого, чтобы вот померещилось глюки всякие. Ты что-то видел? Да, я в парке видел инопланетянина. Какой у них бюджет-то на охрану свидетелей? Посмотрим. Старший лейтенант Громова. Я могу войти? Здрасте. Ну, здравствуй, Катя. Я бегу, там лед песочком посыпанный. Спасибо губернатору. Ноги горят. И в боку колет. Вижу, впереди парк, который вот в квартале от нашего отдела. И там в парке пришелец от меня упекает. Пешком? Без летающей тарелки? Да. Я сам удивился. Так, погоди, погоди. Ты мне говорил, что у тебя там что-то почудилось все. Нет. У него голова высокая, такая была прямоугольная. Как у робота в мультиках. А, так это ж не пришелец был. Он самый обыкновенный робот. Нет. Это был пришелец. А потом он исчез. И у меня в глазах такие красные огоньки забегали. И все. Потом зрение пропало, и я сознание потерял. Ага. Так, а красные огоньки это у нас что? Кровозеление? Но у него сосуды не лопнули в глазах. При чем здесь сосуды? Он избранный. Свидетель прибытия. Да. Да ничего я не знаю. Давайте это, отпускайте меня. Ага. Вообще вязать человека в день Святого Валентина, это грех, ясно? Нажил последнего наркомана планы. А вас что, продинамили все? Рот закрой. Что твой брат делал у Свистуна дома? У кого? У этого барихона, который врет как дышит. Его же заяц Свистуном прозвали, да? Я знаю. Ты мне зубами сговаривай. Что у них за дела были? Свистун брату работу обещал. Сказал, хорошо заплатит. Недавно, дня два назад. А братан еще это, нож попросил. Ну уж, на всякий случай типа. Ну, этот? Сочно, мое перо. А у вас откуда? А ты догадайся. Свистун поварил наркотики. Стик разносил наркотики для Свистуна. А потом, когда брат твой попросил денег, Свистун стал сливаться. И Стик схватился за нож. Почему здесь ты, а не оперативники из главного управления МВД? А ты в Москве, что ли, работаешь? А я тебе давно говорил. Держись меня, сделаешь шикарную карьеру в полиции. Ну как? Жалеешь, что бросила меня? О! Ты девочек вызвал? А это мне или тебе? Ты рот! Закрой и скройсь отсюда! Да! Познакомься, это наш свидетель. Но он имеет очень ценную информацию. С его помощью в посаде многих авторитетов. Кстати, дело курирует сам министр. Угу. Почему я? Ты знаешь, я решил дать тебе еще один шанс. Тем более, сегодня праздник, день всех влюбленных. Понимаешь, о чем я говорю? Ага. Ну а что с тобой не так, а? Попробуй тут разберись. Филин, ну так тошно. Что приперся, издеваться? Что ты сразу так? Я про Бублика решил узнать. Я переживаю за него, мне тоже не чужой человек. Может мы с тобой в кафе сядем, а ты мне расскажешь? Да нормально это все с Бубликом. Приперся к Свистуну во время наркоманской разборки. Свистун испугался, что полиция и открыл огонь по двери. Иди других лечи. Я вылечил всех уже. Что ты кофе не попьешь со мной, не угостишь? Как будто бы я тебя когда-то кофе угощал. Можно и угостить разок. Вот с чего ты взял, что это наркоманские разборки? Как ты достал, а? Свистун варил какую-то химию. Когда варят наркотики, жуткая вонь. И они открывают окна. Мы в нулевые так их вычисляли. О, ты с нулевых уже воюешь? Так какой опыт-то у тебя? Ты же ценный сотрудник. Это да. Опыт не пропьешь. Зато вот секретные задания отдают не понять кому. Ну, конечно. Как секретное дело, так это Грумова. А как с наркоманами бегать, так это Козин. Это уже не ребенок, чтоб не понимать, что мир несправедлив. А еще это День Валентина. А мне даже позвонить некому. Потому что Оля. Я думал, она только по тебе сохнет. Ой, никто по мне не сохнет. Что-то ночь-то. На тебе вот шоколадку. По мне вот тоже никто не сохнет. А знаешь почему? Кому нужен? Полицейский. Да еще с такой карьерой. До сих пор в капитанах. Да. Получается, я даже как-то пожаловался тебе, что... Она мне даже легче сладала. Это служебная информация. Я просто думаю, может быть, был третий, кто застрелил этих двух, палил в бублика, а потом... Никакого третьего не было. Эксперты все объяснили, как было. Стик с ножом хотел напасть на Свистуна. Свистун его застрелил. А потом пустил пулю себя в лоб. Свистун, Свистун. Откуда такая кличка? Вообще его фамилия Баскин. А Свистун, потому что врун патологический. Сначала он своим собутыльником наврал, что сидел с какими-то авторитетами и закоррешился с ним. Может, правда? Потом он свистел, что в переходе у вице-губернатора отжал мобиль. У нас же вице-губернаторы каждый день по переходам ходят. Зачем вам эти? Кортежи, мигалки. Ну да, так себе история. Да. А третья лет десять назад. Он насвистел, что украл машину с оружием. Ну, мы, естественно, всей командой к нему спецназ заказали. И что? Ничего. А знаешь, почему? Потому что Свистун и дрипло. Приветствую вас, коллега. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы приветствуем вас на ежегодном конкурсе «Лужицов». Итак, первым со своим номером у нас выступает Михаил Бублик. Здравствуйте. Я видел инопланетян. Отличное начало, Бублик. Я бегал. Обожаю бегать. Тут приземляется летающая тарелка. Сверкает лазерами. Из нее выходит… Вон, планетянин. Несусветная чушь! Следующий! Простите. Ребят, всем привет! Знаете, у меня для вас просто потрясающая новость. Дело в том, что у меня наконец-то появилась девушка. Настоящая живая девушка. Представляете? Враки! Можно другого? А он замучил всех с этой девушкой? Пожалуйста, следующее! Уйдите со сцены! Уйдите отсюда! Иди-иди. Эй, всем привет! Меня зовут Свистун. И это не просто так. Как-то раз я свистнул тачку, полное оружие. Ладно, давайте к другой истории. Я говорил вам, что один криминальный авторитет – мой лучший кореш. Нет? Подожди, ты… Аппарат сломался, что ли? Может, все из-за того, что меня убил киллер? И я труп? Подожди, подожди. Опа! Нет, не может быть. Чтобы он был сломан. Так, покиньте нас, пожалуйста. Так, я сейчас подключу. Не надо ничего чинить. Приглашается со своим номером Алексей Геннадьевич Филиппов. Иди и собри что-нибудь. Я не планировал. Да, уже объявили, иди. Я не планировал. Всем привет! В том году я стал чемпионом конкурса лжецов. Брехня! Потому что победителем этого конкурса в прошлом году был я. Так что верить Свистуну – это себя не уважать. Что, если просто тупо был третий? Следов нет, потому что он профи, киллер. Ну, ты реально сейчас достал, а? Я же тебе сказал, что эксперты все выяснили. А я тебе еще кофе угостил. Допил? Все, давай, иди резать людей и уничать перед медсестрами. Ага. Как отрадно, когда наши правоохранительные органы разбираются в чужих обязанностях. Я говорю, ты сейчас не слишком занята. Указку, указку! А что ты меня решил погонять, а не черныха, а? Он мне надоел постоянно говорить о своей женщине. Если я хоть слово о ней услышу, я уже не вручаю за себя. Слушай, сегодня День Святого Валентина. Так обидно. Все по парочкам, я опять одна. Козина-то, вот ты сейчас у него был. Он что-нибудь про меня сказал? Так, сейчас новое задание. Сейчас встаешь на дорогу, я пойду обратно в парк. Когда я тебя махну, пойдешь на меня. Все. Ну, конечно, скажет он. Он уже наша птица гордая. Все, соберись, пожалуйста. День Святого Валентина. Хоть бы цветочек мне подарил. Как ты думаешь, он сильно увиделся. Можем мы быть еще вместе или нет? Так, все. Черных уже кажется не таким плохим вариантом. Значит так, Козина ревнует, скучает. Все? Правда? Так и сказал? Правда? Я так и знала. Пусть поревнует. Козлина такая ему полезна. Так, значит, я иду. Куда? А ты куда? Что надо сделать? Возвращаемся в реальность. Идешь на дорогу. Дорога это вот. Это парк. Я иду туда. Когда я махну, пойдешь на меня. Все, пошла. Ага. Я стою! Вот, отличный обзор. Так, Оля! Короче, иди и смотри себе на грудь. Ага. О! Ну, че? Че? Че видела? Один раз только красная точка по груди скальзнула и все. Вот так? Как? Да, один только раз. Я так и думал. Невозможно попасть в глаз без профессионального целеуказателя, оптики и профессионализма. Держи. Он был здесь? Как по-двоему, что это? Это крышечка от термоса. Еще варианты. Ну, от баночки, не проливайки. Фитнес такая. Бутылочка. Это крышка от профессиональной оптики. От снайперской винтовки. Что? Бублика ослепили в глаза. Поэтому его сбила машина. И сделала это из профессиональной оптики. С лазерным целеуказателем. Профессиональный киллер. А с каких пор ты вообще интересуешься политикой? Да, и зачем я это все ищу? Потому что твоя смена закончена. А сегодня праздник. День всех влюбленных. Тебе некуда идти. Козин тебя бросил. Это я его бросила! Вот эту всю злость направь сюда, пожалуйста. Помоги чуть-чуть. О, вот вы где. Алексей Геннадьевич, мне нужен ваш совет. Подскажите, куда мне лучше сводить свою девушку? В кино или, может быть… В помещении никого нет. У вас приступ. Вот. Вот. Вот что видел Бублик. Чехол торчит из рюкзака. И издалека, когда почти нет света, кажется, что это какое-то чудище с квадратой по школе. Ну, предположим, что я что-то поняла. Так, значит, смотри. У меня тут статья за 2014 год. Торжественное открытие перехода. А сегодня на Московском проспекте состоялось торжественное открытие подземного пешеходного перехода. После капитального ремонта. В торжественной церемонии открытия принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Вячеслав Кораблев. Это свистун. Это… Это свистун. Значит, он действительно мог быть с вице-губернатором в переходе. И, значит, он не врал, что он мог вытащить у него телефон. Понимаешь, что это значит? Нет, не понимаю. То есть, он мог не врать про то, что он действительно много лет назад украл машину с оружием, испугался этого всего товара и схоронил это. Чего? То, что он действительно мог сидеть с авторитетами. И подружиться с ним, то, что рассказал о своей добыче. А потом они вышли и заказали у него винтовку. Мы обязательно проведем проверку и, перед результатом, вынесем решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования. Да, только так. А как вы хотели? Все. Достали. Сядут на уши с самого утра, позавтракать не дадут. А где Коля? Заболел, что ли? Угу. Гриппом. Так, а куда мы едем? Прокуратура же в другой стране. Остановите. Немедленно. Немедленно. Остановите! Советую тебе не дергаться. Ну, что ты резонишь? Что ты хотел? Свистун кому-то из бывших сокамерников продал снайперскую винтовку. И Свистун не занимался наркотиками. Это все засценировка. Владелец винтовки убил обоих. И Свистуна, и Стика. И выпрыгнул в окно. У тебя вообще делать нечего? Я продолжу, да? Значит, этот убийца с винтовкой на спине бежал по улице. И по стечению обстоятельств Бублик остался без связи. Побежал в отдел. По этой же улице. А преступник думал, что он бежал за ним. И ослепил его снайперским прицелом. Вот ты по-русски не понимаешь, так я тебе по-албански скажу. Это по-албански. А ты албанского не знаешь. Сейчас успокойся и пойми, что все очень серьезно. Профессиональный киллер в Питере. Не случайно. С чего ты это взял? Из воздуха? Все, Филин, не мешай мне работать. Я не хочу тебя слушать. Рома, выслушай его! Пожалуйста. Филин, мне кажется, что твоя версия – это полный бред. Никто не удивлен. Профессиональный киллер? Почему он покупает винтовку у Свистуна? А не у проверенных поставщиков? Может быть, у профессионального киллера просто нет время искать проверенных поставщиков? Ну, допустим. Допустим. Но при чем здесь Стик? А? Свистун подключил его к какому-то делу, что Стик даже с собой нож носил. В твою версию это. Втекает? Да. Свистун хотел проследить за покупателем. Нанял Стика. Киллер понял, что за ним следят двое. Убрал обоих. Точно! Уничтожил свидетелей и за винтовки платить не надо. Спасибо, мисс Марпл. А ради чего тогда Стик следил за покупателем? Думаю, просто надо посмотреть досье на Свистуна. Нет, не посмотрим. Оля очень хотела. Рома. Ну, Ромечка, ну ты же достал. Слушайте, только ради Оли. Только ради того, что между нами было. Да. И будет. Угу. Ну, вот это самое донесение. Ну, что, Стик пишет, что выпивался с Свистуном. И тот хвалился, что сидел с двумя авторитетами. Дрюник-космонавт и... Глаз Бога. Ну и клички. Этот что, индейт, что ли? Что ха-ха? Что ха-ха? По-моему, отличная кличка. Для киллера. Вам так не кажется? Так. Давайте проверим. Исключительно ради того, чтобы вы от меня отстали и... Угу. Бу-га. И что-нибудь там происходит? Я бы нажал Enter. Твоюж. Это он привез Бублика в больницу? Ну, конечно. Он не мог стрелять в Бублика, чтобы не привлекать к нему данной полиции. Все выглядело как несчастный случай. Киллер ювелирно ослепил Бублика, который попал под машину. Но потом ему надо было проверить, разглядел ли его Бублик. Чтобы понимать вообще, насколько высоки риски, что его вычислят. Он просто закопал этот рюкзак с винтовкой в снег, побежал к Бублику. Они поехали в больницу и всю дорогу он его там допрашивал, что он вообще видел. Видел ли он его лицо. А Бублик видел этого пришельца с квадратной головой. Все, идеальное прикрытие. Мамочки, я только сейчас поняла, что если бы Бублика его узнал, он бы что, убил бы Бублика? Конечно. И Бублика, и водитель убил бы Ржок и исчез. Как там, потыкай вот это, что известно еще про этот глаз Бога? Так, настоящая фамилия Сафранчук Иван Федорович, 79-го года рождения. Так, ух ты! Он в списке ста самых разыскиваемых преступников России. И вознаграждение за него 5 миллионов. Стоп! Теперь ты понял, почему Свистун нанял стика следить за покупателями винтовки? Он хотел его сдать и деньги получить, правильно? Я сама догадалась, сама. Ну конечно, сама догадалась. И развестись ты тоже сама догадалась. Неправда. Я действительно с тобой развелась сама. Ну конечно, ты у нас независимая, самостоятельная женщина. Вы дадите сказать или нет? Капитан, 100 самых разыскиваемых преступников. Вознаграждение есть. Почему ты не сном, не духом один? А я что, должен знать всех преступников России? Тем более он из Ивановской области. Катя сейчас охраняет какого-то важного свидетеля из Ивановской области. Катя. Твою ж. Вижу между вами прямо какое-то напряжение. Да. Романтическое. Угу. Осторожнее, как бы током не пришиба. Иди-ка погуляй. Катя, я дал тебе шанс и рассчитывал на какую-то ответную благодарность. Ты что, думаешь мне свою эту вшивую ксю в московскую показал? Я в ног тебе упал, что ли? Хорошо. Я хотел тебе помочь, но раз моя компания тебе невыносима, я позвоню твоему шефу и попрошу тебя поменять на кого-то другого. А, давай-давай. Звони. Я пока посты проверю. У Громова из-за секретности телефон в отрубе. А адрес гостиницы только заместитель прокурора знает. Который сегодня не вышел на работу. И трубку не берет. И водитель его тоже куда-то пропал. Скорее всего они уже все мертвы. Киллер теперь знает адрес отеля. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты здесь остаешься! А я? Ну ты хотя бы не ори. Это же он. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прием, прием. Пост первый. Почему мы должны эвакуироваться? Прием. Слышите меня? Может они прибухнули? Юрий, я по себе людей не судя, знаете? Громова, ты здесь? Роман Андреевич? В снайпе! Стул против винтовки. Что? Пробахнулся? Глаз бога не промахивается. Что такое? Что случилось? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полиция! Рабал тебя! Рабал! Топ! Наручничков не будет, олешних? Глаз бога. Стул правосудия. Молодец. Все раскрыла. Всех спасла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что? Так, ну свидетель в безопасности. Былдин отвез его на секретную квартиру. Так что все хорошо. Ты не поехала с ним? О чем я с ним ехать-то? Я и так отличилась. Московский опер ничего сделать не мог. А мы тут устранили все, предотвратили. Ну, вы тут вообще молодцы. Это ты молодец. СМЕХ 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 Действительно. Короче, капитану много лет мерещится, что его большая жена обожает всех, кроме него. Я уже устал. Не могу ничего доказать. Или не мерещится? Так, все. Роман Андреевич, просто послушайте меня, пожалуйста, говорю вам как женщина. Поверьте на слово. Ваша бывшая, то есть ваше настоящее, относится к фильму исключительно как к другу. И даже помогала ему по дружбе. Понимаете? Всегда, как к другу. Все, пока. Он все понял. Нет, ну вы представляете, Мия меня бросила. Я пытаюсь уснуть. Сказала, что я слишком прилипчивый, видите. Дышать ей не даю. Это я-то прилипчивый. Мне доктор велел отдыхать, а ты мне мешаешь. Бублик, дорогой, а ты сделай вид, что ты спишь. С ним это прокатывает. Я пробовала. И ведь главное, какой день для этого выбрала? Бросить в день Святого Валентина. Ну это же это, это бесчеловечно как-то. Оль! А? А у тебя же тоже никого нет, да? Так давай, может, этот день Святого Валентина вместе проведем. Ну, я просто очень не хочу один оставаться. А ты же тоже… Ушел! Так, извините, у нас часы посещения закончились. Ты что, обалдел? Я сейчас на себе докладную напишу. Пошел вон отсюда! Ты Филину по дружбе помогала, да? Между вами ничего не было? А могло бы быть, между прочим. Знаешь, какой она меня смотрела? Ох, как смотрел! А ты какой-нибудь идиот! Да вы издеваетесь! Это я тебя бросила! Да пожалуйста! С праздничком! Приятный рецепт! Слушай, а классно, что мы с тобой не в древнем времени живем, да? Надо было чем-то там обмазываться. Да? Ты попробовал еще. Кстати, интересный факт. Ты знала, что ДНК человека и ДНК банана совпадают на 50%? Короче, без твоих фактов будешь, ладно? Да. 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok